Третья партия матча против Антона Айделя, снова конь f3, будет у нас, надеюсь, что будет тематическое противостояние, слон g4 и слон g2. Интересно, что он там будет играть. Может быть, конь c3, а, слон f3. Интересно, обычно слон f3 играют, когда белый уже скалится 4 и cd. То есть, может быть, я могу сделать вид, что очень хорошо разбираюсь в тонкостях, а пойти здесь d3, потом слон g2, e4. Не просвечивать центр раньше времени. Ну ладно, давайте так и сделаем. Пойдем d3. c6, c6, мне кажется, необязательный ход. Ну, опять же, я предпочитаю в дебюте рейте играть за белых другие схемы, то есть в этой, так сказать, на это ориентируясь очень плохо. Ну, может быть, Антон тоже не специалист, тогда будет интересно. f3 e2. В целом, у белых два слона, это могло бы давать какой-то перевес, но черных нет плохих фигур. Не знаю, может быть, у белых есть небольшой перевес, может быть, позиция совсем равная. f7. Наверное, сыграю a4, пытаюсь подольше подержать коня на c4. Конечно, черные могут ответить b5, но это связано с определенными проблемами. Адя d8, могу пойти b3, слон b2. Давайте так и сделаем. Мне немножко не нравится, что структура на ферзе фланге теряет эластичность, но... Опять же, тут уже не до жира надо хоть что-то делать, он е6, вот. Антон просвечивает недостатки моей игры. Теперь конь идет на d4, и c3 играть это уже как-то не с руки при пешке на b3. Хотя, может быть, и можно. Давайте попробуем сыграть c3. Все-таки очень не хочет опускать коня на d4. Понятно, что слон в этом случае на b2 уже не придет. Может быть, придет на e3. Или вообще пока постоит на месте. Да, Антон играет довольно жестко. Используя слабости в хрященном построении белых на ферзевом фланге. Могу пойти ладя b1. Да, что-то, конечно, позиция постепенно выходит здесь из-под контроля. Может быть, Антон уже даже b5 может рассмотреть ход. Я бы его точно не сделал, но все-таки моего спрэнка, скажем так, иной стиль, и он может вполне исполнять такие ходы. Да, на самом деле b5, если присмотреться, то выглядит хорошо, потому что конь у тебя на e3 не идет. А конь у меня место именно на e3. Ну и так тоже неплохо. То есть слон же b5, ладя d8. В принципе, не совсем понятно, что я собираюсь делать дальше здесь. Ну, пойду a5 сразу. Таким образом пешка уходит с подбоя. Может быть, следующий ход будет b4. Если мне позволят. Там есть свои нюансы. Прокурь может на a4 появиться в вариантах, но вроде бы пока все нормально. b5. Тут выбора нет, надо брать. Ну, посмотрим, вот, есть ли смысл играть b4. Наверное, есть. Хотя есть еще ход слон e3 помягче. Оставляю b4 в резерве. К сожалению, на слон e3 у черных есть ответ b5. Да, поэтому, наверное, все-таки пытается играть так сразу. Посмотрим, заведет ли антон коня на a4. Это заманчиво, это активно, но в то же время конь может и не выйти оттуда в вариантах. Есть простой спокойный ход конь e6. Но после конь e6 тебе нужно, соответственно, на a4. Пытаясь получить лучшую структуру. Или вообще просто слон e3. Два слова начинают сказываться, да. Поэтому конь a4. Мне кажется, конь a4 это правильное решение. В какой-то мере антон уже предыдущая игра обязал себя к активным действиям. И сейчас менять планы на полпути было бы странно. Конь e3 не факт, что правильный ход. Тоже конь a5 можно было рассмотреть. Мне кажется, что конь на e3 все-таки стоит лучше. Ц5. Вот ц5 это как раз-таки большой сюрприз. Такого я точно не ожидал. На bc, видимо, ферк ц5 задумано. Как-то вот подсознательно это все выглядит не очень хорошо для черных. Но доказать будет тяжело. На bc хочется сыграть. bc, еще, конечно, хочется кладить коня отправить. Но сейчас черные грозят пойти cb. Наверное, нам надо брать все-таки. Пешка c3 слабая, но пешка b5 тоже не является образцом сильной пешки. Поэтому, может быть, в конкретике тут все неплохо. Но надо играть ладя b3, видимо. Сейчас мне это уже меньше нравится, чем несколько секунд назад. Мне кажется, пока они ничью белые могут сделать. То есть не могут заставить черных каким-то образом сменять эти пешки. Да, ладя c8. Слона 3 хоть есть, но он немножко бессмысленный. Наверное. Так. Слона h3 еще есть ресурс. Вообще, если честно, я просто не видел до этого. Может быть, Антон тоже не видел. Давайте попробуем так сыграть. Висят воби ладьи. Да, надо искать какую-то немедленно активную контр-игру за черных. Но сходу ее не видно. И, как обычно, я отстаю по времени очень серьезно. Да, сыграно конь с сетей. Надо брать, наверное, ладью. И просто конь d7. Ну да. Тон соглашается играть без качества, но за пешку. Черных пока немножко не хватает координации. Если я сейчас возьму и сыграю конь d5. Не выиграю сразу. А она выиграю. Давайте попробуем. Времени уже меньше 10 секунд. То есть цепь нот очень жесткий. Черные могут пойти ладьи 1. Сохранить качество. В смысле, сохранить материальную недостачу в виде всего лишь качества. Может быть, на самом деле, больше шансов на спасение при нормальной гейдере с ладьи 4. Может быть, там потеряется вторая пешка. Но все-таки Антон решает вот так вот сыграть. Так, ну ладно, сохраню пока слона. Вот я не знаю, может, конь e7 была сильнее на самом деле. Но конь на d5 настолько хорошо смотрится, что жалко его менять. А может быть, стоило. Слон c5. Правда, теперь я могу пойти ладья b1. Нападение на пешку весьма серьезно. Заберу. Черный пойдет конь f6. А я пойду конь d5. В ответ на конь f6. Потому что на конь e4 будет ладья b8, конь e7 мат. Но это в любом случае не сыграно. Не, ну теперь белый стабилизирует позицию. Это решающий перевес. К сожалению, у меня совсем мало времени. Но посмотрим. Проверим мою технику. Я, конечно, не сомневаюсь, если сейчас. Лишь у черных пока хорошее пешечное расположение. Мне не удалось вынудить никакого явного ослабления. Аж вот h4. Ход уже показывает, что техника моя оставляет желать. Ну тяжело на самом деле играть на 10 секундах. Сейчас слон идет, будет грозить конь d4 уже. Да, это неприятно, будет сыграть f4. Таким образом уменьшает спешечный материал. По меньшей мере. Может я еще что-нибудь зевнул. Тоже такую возможность исключать нельзя. Ну, наверное, белых большие шансы там ничью все-таки сделать. Потому что позиция объективно выиграна. Защищу здесь. На слон цена 5 уйду, король d3. Вроде бы... А, кстати, король d3 уходить не стоило. Потому что там... После отхода слона висела бы вилка на самом деле. Пытаюсь я что-то добиться, пока не выходит. А, вот вроде бы выигрываю пешку. Потому что здесь на конь c6 есть ладья c8. Да, правда пешка, конечно, такая невыдающаяся, прямо скажем. Пока нападаю на слона, нет отхода сразу. То есть на слон d4 она просто e6. Черт, нам надо играть по-другому. А, туда все равно e6. И на f e куне f4. Еще нет хода куне 5, из-за того, что ладья висит. Кроме того, грозит ладья c7. И ладья c7 я мог пойти, конечно, сразу вместо e6. Но не разобрался на секундах. Еще в некоторой степени мешает играть комментирован. А вот это уже вроде бы все. Теряется одна из фигур. Кажется. Ну да, Антон сдается. Спасибо за партию. Довольно интересная получилась структура. Мне кажется, он преувеличил свои активные возможности все-таки. Надо было стоять поспокойнее. У черных нет для одной слабости. И, соответственно, если у белых есть перерез, то минимальный. Ну а пока всем спасибо за внимание. Матч продолжится совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok